Русский Берлин. История в следах. Это история русского Берлина по его памятным именам и событиям. Мы с уверенностью можем сказать, многие жители русского Берлина знают, что немецкие принцессы часто становились супругами российских великих князей. Но мы также уверены, что большинство жителей немецкой столицы не знают, что супругой российского императора Николая I была уроженка Берлина, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская. Выйдя замуж за будущего царя, она перешла в православие и приняла имя Александра Федоровна. Зимой 1821 года она уже в качестве жены побывала в Берлине вместе с молодым супругом. Преподавателем русского языка Великой Княгини был поэт Василий Андреевич Жуковский. Зимой 1821 года он был причислен к ее свите во время предпринятого великокняжеской четой путешествия в Германию. Берлин стал первой большой остановкой в поездке. «Еду прямо в Берлин», – писал поэт, – «где пробуду до начала марта. Это не лучшая часть моего воежа. Буду видеть прусский двор, тут нет поэзии. Но буду видеть Шиллеровы и Гетовы трагедии, буду слушать лучшую музыку. Вот это поэзия». Но вышло так, что именно благодаря прусскому двору русский поэт стал свидетелем и участником событий, которые стали одним из главных впечатлений всей его жизни. Русский Берлин. История в следах. Прибытие дочери с супругом ее отец, прусский король, распорядился отметить великолепными празднествами. Главным стало театрализованное действо «Лала Рук», поставленное по мотивам одноименной восточной повести Томаса Мура, широко известной тогда в Германии и Франции. В повести рассказывается о романтическом путешествии дочери индийского падишаха империи великих моголов Аурангзеба принцессы Лалы Рук к своему жениху, будущему царю Бактрии. Сценарий театрализованного действа был написан так, что в образах восточных жениха и невесты легко угадывались черты Александры Федоровны и ее супруга, а также обстоятельства путешествия из Берлина в Петербург, которые немецкая невеста русского великого князя проделала перед свадьбой. В основу режиссерской идеи лег принцип чередования живых картин. Их перемены отражали этапы пути, проделанного свадебным поездом принцессы. В последнем эпизоде на празднично убранной ладье невеста вместе со свитой переправлялась через реку к дворцу принца. Тот выходит навстречу, и Лала Рук узнает в нем поэта, которая сопровождала ее во время всего пути, развлекая прекрасными стихами и песнями. Надо ли сомневаться в том, что главные роли исполнили Александра Федоровна и ее супруг? Русской княгине тогда было 23 года. Она выглядела потрясающе красиво и в жизни, и в роли индийской принцессы. Других героев представления изображали члены Королевского дома и часть русской свиты. В спектакле было более 120 действующих лиц. Общее руководство подготовкой действа осуществлял директор Берлинского Королевского театра граф Карл фон Брюль. Декорациями, костюмами и сценическими планами занимался художник-архитектор Карл Шинкель, а музыку написал придворный композитор Гаспаро Луиджи Спонтини. Праздник состоялся 27 января 1821 года в Королевском дворце, где большой зал и ряд комнат были превращены в сценические площадки. Антракты между действиями заполнялись танцами. Жуковский был в восторге от зрелища. В своем дневнике он писал. Несравненный праздник. Всему давала очарование великая княгиня. Ее пронесли на полонкине в процессии. Она точно провеяла надо мною, как гений, как сон. Этот костюм, эта корона, которой только прибавляли какой-то блеск, какое-то преображение к ежедневному, знакомому. Эта толпа, которая глядела на одну ей я. Этот блеск и эта пышность для одной. Торжественный и вместе меланхолический марш. Потом пение голосов прекрасных и картины, которые появлялись и пропадали, как привидения. Живо трогали, еще живее в отношении к одному, главному. Наконец, опять этот марш, с которым все пошло назад. И то же милое, прелестное лицо появилось на высоте и пропало вдали. Все это вместе имело что-то магическое. Русский Берлин. История в следах. После этого грандиозного представления имя Лала Рук стало придворным прозвищем Александры Федоровны. Русский Берлин. История в следах. Это история русского Берлина по его памятным именам и событиям.